Что происходит в моей жизни? Роберт Резник в свое время создал такую формулу Событие плюс реакция равно последствия Большинство людей склонны обвинять события в нашей жизни Но события, кризис, доллар, непогода События это то, на что мы повлиять не можем И если нам не нравится то, что происходит в нашей жизни в виде последствий То это все зависит от того, какие реакции мы на эти события в жизни испытываем И реакции их может быть всего три, три вида Первый вид это мысли у нас в голове Второй это чувства и эмоции, которые мы испытываем И третий это действия, которые мы предпринимаем в зависимости от реакции То, как я формулирую позитивное мышление Это думать о том, не чего я не хочу, а чего я хочу Большинство людей, и я в коучинге постоянно, когда люди ко мне приходят И формулируют цель встречи или цель беседы Они говорят о том, чего я не хочу Я не хочу быть толстой Или я не хочу быть толстым Я не хочу быть бедным Я не хочу ссор в семье Каждый раз, когда мы говорим о том, что мы не хотим Что происходит в голове? Мы создаем эти картины, эти образы у себя в голове И потом поэтому происходит, что мы это начинаем притягивать Наши мысли, точнее наш мозг Это очень мощный источник электромагнитных колебаний Те мысли, которые излучает наш мозг Можно сравнить с камертоном Если вы поставите этот камертон Такой скобой И ударите по нему молоточком Он начинает вибрировать и гудеть С этой нотой ля первой октавы Если В этот же момент взять такой же камертон В так называемом спокойном состоянии Или покойщем состоянии И начать подносить его к тому, который вибрирует Как вы думаете, что произойдет? Он тоже начнет вибрировать Точно так же мы притягиваем и создаем события в нашей жизни Поэтому, если мы фокусируемся на том, чего мы не хотим Мы начинаем получать этого еще больше в жизни Если мы фокусируемся исключительно на том, чего мы хотим Этого позитивного появляется еще больше и больше и больше в нашей жизни Хотите увидеть, как работает сила мысли? Тогда я попрошу вас всех встать Сложите ладошки По этой линии сложите ладони И посмотрите Обычно палец Средний палец какой-то из руки Из рук будет короче И запомните, какая это была рука У всех получилось? У кого-то могут быть одинаковые Тогда возьмете любую из рук И сейчас мы все дружно Восемь раз попросим руку Стать длиннее Смираться вы будете потом Сейчас это так Три, четыре Стань длиннее Стань длиннее Теперь сложите руки СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сейчас все спортсмены обязаны наряду с физическими тренировками еще визуализировать успешный опыт. Знаете, что испытывают чемпионы, поднимаясь на пьедестал почета? Дежавю, потому что этот момент они видели уже тысячи раз у себя в визуализациях. Татьяна и Александр Ковальчук. Когда-то они для себя придумали дарить подарки на день рождения в виде больших листов бумаги с фотографиями того, чего они друг другу желают. И там помещались картины, машины, дома, отпуск, и еще писался текст или стихи. 20 лет назад, кстати, когда она приклеила ему на калаш на день рождения копейку Жигули, то, что сказал Саша в ответ тогда еще, 20 лет назад, дурень, думка и богатие. Сейчас это мультимиллионеры. И так вот они дарили друг другу на день рождения. И однажды Таня, не зная почему, решила приклеить на калаш своего мужа фотографию мужчины, который в цеху сырного завода снимает с полки гигантскую шайбу сыра. Прошло несколько лет, и у Саши появился первый сырный завод, потом еще один, еще. Вот так вот сила визуализации работает в жизни. Окружение. А что такое окружение? Окружение – это все то, что нас окружает. Это и люди, и вещи, и предметы. Это дом, где мы живем, квартира, где мы живем. Это природа, бываем ли мы на природе или нет. Это то, чем мы питаемся, это те люди, с которыми мы общаемся. Все то, что нас окружает, влияет на наш успех или не успех, как минимум на 50% в этой формуле успеха. 10 плюс 40 плюс 50. И из всех возможных окружений человека я выделяю прежде всего то, с кем мы общаемся. И Джим Рон, бизнес-философ, говорит, что вы – это среднеарифметическое тех пяти человек, с которыми вы проводите большую часть своего времени. задумайтесь, кто эти пять человек, с которыми вы проводите большую часть своего времени. Задумайтесь, кто эти люди, с кем вы проводите большую часть своего времени Если вы хотите начать зарабатывать больше Первое, с чего имеет смысл начать, это начать больше общаться с теми людьми Которые уже зарабатывают столько, сколько вы хотели бы зарабатывать в ближайшее время И если вы хотите стать миллионером Маловероятно, что вы станете миллионером, если вы не начнете дружить с миллионерами Исследования показывают, что для того, чтобы очень хорошо простроились нейронные связи Нужно до 90 дней, поэтому коучинговые программы часто длятся 90 дней Ну, минимум, точнее, 90 дней И я говорил о том, что невозможно сразу составить список всех привычек, от которых нужно избавиться И список всех, которые нужно сделать, и начать сразу их делать Вас хватит максимум на 2-3 дня Исходя из того, что привычка формируется основательно, уже окончательно 90 дней, 3 месяца или 13 недель Есть смысл, если это мощные, сильные привычки, работать над одной привычкой Брать новую привычку раз в 3 месяца Таким образом, чтобы у вас за год получалось 4 новых привычек успеха Выберите для себя эту привычку, которую вы хотите в себе встроить или интегрировать В следующие 90 дней, в следующие 3 месяца Возьмите ответственность на себя Это значит, хватит обвинять других в том, что у вас что-то не получается Если у вас что-то не получается, то нет других людей виноватых, кроме кого? Кроме нас Станьте прозрачными Это значит, начните делиться тем, с вашими друзьями, с вашим, может быть, коучем или партнером Тем, что вы хотите эту привычку поменять И я хотел бы закончить это выступление словами советского писателя Николая Островского В свое время эти слова полностью перевернули мое мировосприятие Он говорил Жизнь человеку дается один раз И прожить ее нужно так, чтобы, умирая, не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok